В Беларуси продолжается сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты. Для того, чтобы продолжить участие в предвыборной гонке, каждому претенденту необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Их сбор продлится до 6 декабря. Далее ЦИК будет принимать документы, необходимые для регистрации кандидатов. Она пройдет с 22 по 31 декабря. С 1 января стартует самый активный период электоральной кампании «Агитация». Основной день выборов главы государства 26 января 2025. За 30 лет зарплата в стране выросла в 30 раз в долларовом эквиваленте. Что касается последних пяти лет, реальные доходы увеличились более чем на 16%. Соотношение среднемесячного заработка и бюджета прожиточного минимума также растет. А вот уровень фактической безработицы за пятилетие снизился до 3,5%. Продажи авто в Беларуси установили новый рекорд этого года. Количество реализованных легковушек в октябре приблизилось к 5000. Лидеры роста продаж традиционно марки «Билджи» и «Джили», на долю которых по итогам 2024 приходится 51% реализованных авто. Среди новых моделей, демонстрирующих хороший старт продаж, эксперты отмечают и электрокары. Около 11 тысяч европейцев из списка расширенного безвиза уже посетили Беларусь. Всего с начала действия программы количество туристов достигает миллиона. Для граждан 38 европейских стран, кроме действующего паспорта и желания познакомиться с нашей страной, других документов не требуется. 12 ноября в 18.00 пройдут встречи с жителями Бобруйска по вопросам работы Организации системы жилищно-коммунального хозяйства города. Граждан выслушает председатель Бобруйского горосполкома, его первый заместитель, главы администрации Ленинского и Первомайского районов. С перечнем мест проведения диалогов можно ознакомиться на сайте горосполкома.